Бог, который близок к нам или Бог, которому ты можешь дать имя. Эта история записана в 16 главе книги Бытие и эта история о двух женщинах, которые поссорились. Я хочу зачитать часть этой истории. 16 глава, 13 текст. В котором жила эта девушка Агарь. И Агарь не смогла перенести те оскорбления или те притеснения, которые вслед ее были со стороны Сары, и она убежала в пустыню. Она остановилась возле одного источника, который был в пустыне, и там она услышала голос, голос, который был сзади нее. Агарь, что ты здесь делаешь? И Агарь, когда услышала этот голос, она поняла, что это Бог обращается к ней. И она рассказала всю свою обиду Богу, и он сказал, возвращайся домой, обратно к госпоже и покорись ей. Четкий, конкретный совет, который был крайне неудобен для Агарь, но она, покорившись, пошла обратно. И затем она дала Богу имя. Ты Бог, видящий меня. Это произошло вот в таких неблагоприятных обстоятельствах, где Бог явился с помощью к этой молодой женщине, потому что на тот момент она уже была беременна, и Бог хотел сохранить и ее жизнь, и жизнь ребенка. То же самое может происходить и в нашей жизни, когда мы видим избавление, которое Бог сделал в нас, в нашей судьбе, то мы тоже можем давать личное имя Богу. Я хотел бы проиллюстрировать это одной историей. Это реальная история, которая произошла в жизни одного преподавателя, одного из университетов. Он был очень занят, занятый человек, и ему не хватало времени на то, чтобы посвящать сыну достаточно своих занятий, общений. И сын постоянно говорил, папа, поехали на рыбалку, папа, поехали на рыбалку. В конце концов, произошел тот момент, когда он выкроил время, чтобы они поехали туда. Они взяли удочки, сели в машину, приехали на озеро, стали рыбачить, но лова не было. И один раз забросили удочку, два раза забросили, ничего не получалось. И вдруг к отцу звонит телефон, и его срочно просят приехать обратно в университет по решению какого-то срочного вопроса. Он говорит сыну, сынок, мне нужно ехать. Он говорит, пап, давай еще останемся. Он говорит, ну давай, закинь еще и поедем. Сын закинул удочку, ничего не поймал, и папа говорит, ну все, едем. Он заводит моторную лодку, и сын говорит, расплакался, сын, папа, ну давай еще. И папа сказал, ну давай еще. Значит, лодка осталась на месте, сын закинул удочку и опять ничего не поймал. И все, уже папа опять завел водку, лодку, и они уже стали двигаться. И тут сын прокричал, папа, остановись, я хочу забросить еще. Папа остановился, но он уже был в нетерпении. Произошел определенный конфликт между отцом и сыном. Сын был тогда еще маленький, не достигший подросткового возраста. И отец с терпением наблюдал, как сын забрасывает еще один раз удочку. Он забросил еще один раз. И поймали такую большую рыбину, что они около получаса пытались ее вытащить. Вы не представляете, каким был счастливым сын и каким был счастливый отец. И когда они ехали обратно на машине с этим уловом, с этими впечатлениями, то сын сказал отцу золотые слова, которые он запомнил на всю жизнь. Папа, ты знаешь, что наш Бог – это Бог пятого броска. Бог пятого броска, Бог, который на пятый раз, когда сын забросил удочку, он поймал вот такую большую рыбину. И это личный Бог, это Бог, которому ты даешь имя в результате тех событий, которые ты пережил. Пусть и в нашей жизни будет происходить то же самое, когда мы что-то переживаем, когда мы выходим из каких-то неблагоприятных обстоятельств, когда мы делаем какие-то открытия или когда совершаем что-то значимое для нас в жизни и видим, что эта Божья рука помогла нам. Давайте давать Богу личное имя. Бог, видящий меня. Субтитры создавал DimaTorzok